Приветствую вас, друзья мои! И как всегда, если первые кадры моего видео с вокзала Термине, значит мы сегодня куда-то с вами едем. Свои поездки одного дня я всегда планирую чуть ли не за месяц, чтобы на сайте купить билет подешевле. Сколько бы ты ни зарабатывал, всегда приятно сэкономить. Если цена билета во Флоренцию стоит 40 евро, то в путешествии одного дня как бы и невыгодно ехать по такой цене. Но когда цена билета всего лишь 10 евро 90 чентезимов в одну сторону, то по таким ценам можно ездить хоть каждый день. Это обойдется дешевле, чем останавливаться в гостинице. И в этот раз я купила билет заранее и все время следила на сайте за погодой, так как в этом году месяц май выдался очень дождливый. Я все надеялась, что вот-вот закончатся эти дожди и наступит прекрасная солнечная погода. Мне так хотелось погулять по Флоренции в хорошую погоду. Но, увы, на 10 мая, когда я должна была ехать во Флоренцию, обещали проливные дожди. Когда на сайте покупаешь билет на скоростной пояс по самым низким ценам, то возможности поменять билет на другой день не предусмотрено. Я рискнула, поехала. И все-таки у меня до последнего была надежда, что дождь покапает и перестанет. Но он зарядил на целый день. Полтора часа пути пролетели незаметно. И вот я уже во Флоренции. Позавтракала и шагаясь в артифиле. Позавтракала и шагаясь в артифиле. Перед нами великолепный дворец Питти. Лука Питти был богатым флорентийским банкиром и торговцем. Он мечтал о роскошном дворце. Он мечтал даже о более роскошном дворце, чем дворец, который был когда-то построен для Козима Медичи. Джорджо Вазари писал, что Питти в середине 15 века обратился к Брунелеске. Он выбрал именно тот проект, который Козима Медичи отложил, потому что он был слишком грандиозным. Питти хотел, чтобы окна нового дворца были больше, чем главный одет дворца Козима Медичи. И чтобы во дворец мог поместиться весь дворец Троци. Архитектором дворца Питти был не Брунелеский. Он уже умер. Архитектором дворца Питти был его ученик Лука Фанчелли. Пока на улице идет дождь и погода совсем не для прогулок, мы с вами будем гулять по великолепным залам Палатинской галереи. Будем рассматривать скульптуры, парадные залы и шедевры из коллекции Медичи. В залах Палатинской галереи мы будем любоваться картинами Рафаэля. В этой галереи находится самая большая коллекция картин Рафаэля в мире. Также здесь есть картины Тициана, Тинтуретто, Караваджо, Рубенса. Все картины в роскошных рамках. Дорогие друзья, вас ждет сегодня увлекательное путешествие в мир искусства. Я окинула взглядом зал и сейчас приступаю к подробному рассмотрению картин. Первая из картин этого зала привлекла мое внимание картина Бальдасара Франческини. Также он известен под именем Вольтерано. Эта картина называется «Продажная любовь». На этой картине тосканский художник изображает продажную любовь в лице молодой женщины со злобным выражением лица. Она пытается укусить кусок стрелы, чтобы проверить подлинный этот металл или подделка. В другую руку молодой женщины Купидон насыпает золотые монеты. Это оплата за любовь. У молодой женщины светлые распущенные волосы, а в волосах мы замечаем нитку жемчуга и даже серьги сделаны из этого драгоценного камня. На ней белое платье, приоткрытая грудь. Даже если картина небольшая, смысл у нее глубокий. Мы должны бежать от ненастоящей продажной любви, построенной на жадности и похоти за деньги, чтобы защитить свои чувства. Продажная любовь – это самая грязная любовь. Картина была написана в 1642 году. Спящий амур этого же художника Вольтерану. Картина Артемизии Джентелески «Мадонна с младенцем». Очень интересная жизнь у Артемизии Джентелески. Иногда хочется рассказывать про жизнь художника, рассматривая его картины. Артемизию как художника практически не замечали до XX века. А потом ее жизнь вошла в сценарий фильмов, пьес и попала на страницы романов. В центре зала находится очень интересная скульптура флорентийского скульптора Эмилио Дзоки. Кто же этот мальчик, сидящий на античной колонии? Скульптор изобразил маленького Микеланджело Буонаротти в процессе работы над фавном. Мальчик сидит на древней колонне. Внизу мы видим даже траву, которая растет возле колонны. Автор скульптуры передает нам очень важный эпизод из жизни Микеланджело, основанный на реальных событиях. Их описал в свое время Джорджо Вазари. Это встреча Лоренцо Великолепного и Микеланджело. Как раз если быть внимательным и рассмотреть эту скульптуру со всех сторон, то можно увидеть щит с шестью шарами меди-чаунок Микеланджело. И еще одна немаловажная деталь. Микеланджело работает над головой фавна. Вазари писал, что Лоренцо Великолепный, искавший молодые художественные таланты для своей школы, увидел Микеланджело в тот момент, когда тот пытался создать из мрамора голову фавна. Однажды Микеланджело увидел античную скульптуру фавна и был потрясенным. Он вспомнил, что видел на задворках большой кусок белого мрамора, который бы прекрасно подошел для его работы. И мы как раз сейчас видим Микеланджело сидящим на мраморной колонне и работающим над головой фавна. Эмилио Дзоки был вдохновлен XV и XVI веками. Он тщательно изучил все, чтобы передать мельчайшие детали в этой скульптуре. Напоминаю, что эта скульптура была создана в 1862 году. Многие детали на этой скульптуре переносят нас в XV и XVI век. Декоративные мотивы на туники, кожаный фартук. Виртуозность скульптора поразила даже самого Виктора Эммануила II. Король был настолько восхищен мастерством художника, что в 1862 году купил статую для своих апартаментов. Существует много скульптур Микеланджело в детстве, созданных Эмилио Дзоки. Говорят, что их более сотни. Венера, расчесывающая Купидона На этой картине Венера изображена в центре темного скалистого пейзажа. И она, как заботливая мать, расчесывает волосы сына Купидона густым гребешком, видимо, в поисках вшей. Такая домашняя сцена. Видимо, она должна была скрывать какой-то смысл. Некоторые осуждали эту картину. Картина даже некоторое время была переименована, как Венера, вычесывающая в шею у Купидона. Потом ее называли «Венера расчесывает волосы Купидону» и даже называли эту картину «Материнская забота». Видимо, все-таки смысл этой картины – материнская любовь и забота. Только два маленьких крылышка отличают Купидона от обычного мальчика, который стоит к нам спиной. Купидон немного напуган, опечален, он просто нуждается в матери. На этой картине показано, как ребенок может прийти к матери, когда это необходимо. Венера ласкает сына, успокаивает и говорит, что все будет хорошо. Название картине «Хорошо бы подошла материнская забота», не правда ли? Продолжение следует... Продолжение следует... Мы заходим в зал Геракла. В начале XIX века здесь находился зал для приемов. Зал был отреставрирован и украшен. На стенах изображены мифы о Геракле. На стенах изображены мифы «Геракл на распутье», «Геракл душит змей», «Битва с кентаврами». Продолжение следует... Возвращение следует... Продолжение 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 следует... На картинах Караваджо есть очень важная деталь, которую многие не замечают. Караваджо всегда оцентирует наше внимание на главном герое, вокруг которого пустота. Она изображена темными красками. Эта пустота заставляет нас всматриваться именно в главного героя и обращать внимание только на него. Так в то время писал только Караваджо. Он направлял наш взгляд на главного героя, а потом уже обращал внимание на мельчайшие детали. Посмотрите, как Караваджо изобразил своего Купидона. Маленький Купидон спит. Чтобы было мягче спать, он использует свое крыло, как если бы это был небольшой матрас. Как вы знаете, Купидон известен своими стрелами, которыми он стрелял из лука, чтобы люди влюблялись. Одна рука Купидона лежит на груди, а другая на земле, держа лук. А там мы видим стрелу, которую он не успел выпустить. На полотне есть подпись художника «Караваджо, Мальта, 1608 год». Вы скажете, Мальта? Разве Караваджо не жил в Италии? Чтобы вы поняли, какое отношение Мальта имеет Караваджо, нам придется вернуться в 1606 год. В это время его картинами уже восхищались в Риме, и он наконец-то осуществил свою мечту. Но Караваджо был молод, вспыльчив и постоянно попадал в какие-то передряги. Однажды после игры в Паллакордо – это что-то похожее на теннис – дело дошло до драки, которая полностью изменила жизнь Караваджо. В этой драке он столкнулся со своим соперником Ранучо Томасони, которого он убивает. Раньше после драк Караваджо не раз задерживали и арестовывали, но здесь арестом не обошлось бы. Здесь было убийство, и наказание должно было быть намного серьезнее, его могли приговорить к смертной казни. Чтобы избежать этой участи, Караваджо немедленно бежал из Рима и отправился в Неаполь. Долгое время с помощью влиятельных друзей ему удавалось спрятаться, а потом ему показалось, что он нашел выход. Он решил присоединиться к ордену рыцаря Мальты. Обвинение в убийстве было бы снято. Так Караваджо оказался на Мальте. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Картина Рафаэля «Видение Иезекииля» Картина была написана где-то между 1517 и 1518 годами – это то время, когда Рафаэль работал в Риме, и в его мастерской было очень много талантливых учеников, которым Рафаэль доверял работать над заказами. Поэтому многие искусствоведы сомневаются, что автором этой картины является Рафаэль, предполагая, что автором мог быть один из его учеников. Но когда начинаешь рассматривать все мелкие детали, изображенные на картине, понимаешь, что все-таки это работа Рафаэля. Картина небольшая, она всего лишь размером 41 на 30 сантиметров. И на такой маленькой картине Рафаэль изобразил несколько фигур и показал нам очень широкий размах композиции. Еще одна работа Рафаэля – это портрет Томазо Энгерами. Рафаэль был не только художником, он еще изучал историю и археологию Рима. Большую помощь Рафаэлю оказал его друг Томазо Энгерами, обладающий просто энциклопедическими знаниями. С ним Рафаэль советовался по всем вопросам римской античности. Рафаэль даже подружился с Томазо Энгерами, который был скромным, добрым, несмотря на свою начитанность и занятость. И вскоре Рафаэль написал его портрет. Рафаэль изобразил своего друга сидящим за столом с книгами и чернильницей. Художник изобразил его задумчивым и готовым что-то записать. Он был немного косоват, и чтобы скрыть этот дефект, Рафаэль изобразил его смотрящим вверх. Рафаэль – портрет молодого человека. Портрет кардинала Бибиены, автор Рафаэль. Бернардо Давизи из Бибиены в Риме просто называли Бибиена, по городу, в котором он родился. Он был личным секретарем у папы Льва Десятого. На картине он изображен, сидя в кресле, в положении три четверти. Бибиена одет в кардинальскую одежду, состоящую из белого халата и красной атласной накидки с капюшоном. Она сияет и переливается на темном фоне. Правая рука у него находится на подлокотнике кресла, а в левой руке он держит письмо, там даже видны буквы, по которым можно понять, что письмо было адресовано папе. Рафаэль был давно знаком с кардиналом Бибиена. Кардинал помогал Рафаэлю получить некоторые заказы, а взамен кардинал хотел породниться с художником. Он хотел выдать свою любимую племянницу Марию за Рафаэля замуж. Официальная помолвка состоялась, но художник всячески отодвигал свадьбу, говоря, что он хочет еще немного подождать. Свадьба в итоге так и не состоялась. Мария рано умерла, так и не дождавшись законного брака. Да и Рафаэль давно уже был влюблен в Марию Лути. Находясь возле картины «Мадонна в кресле», автором которой является Рафаэль, меня охватило чувство нежности. И все вокруг не могли устоять перед красотой и теплотой, которая исходит от картины. Даже через картину чувствуется любовь матери к ребенку. Картина пропитана теплотой и нежностью. Эти чувства можно испытать только стоя перед картиной. И посмотрите на взгляд, на взгляд Мадонны и младенца. Они смотрят на нас. Жизнь Рафаэля была короткой. Он умер в возрасте всего лишь в 37 лет. Но он был толкователем идеала красоты и гармонии, которая никогда не выйдет из моды. «Мадонна в кресле» была написана Рафаэлем между 1513 и 1514 годами. Вероятно, это была работа написана по заказу, возможно, даже для папы Льва X. По легенде, когда Рафаэль проезжал по сельской местности рядом с Римом, он увидел крестьянскую девушку, которая боюкала ребенка на коленях, а второй сын играл у ее ног. Через некоторое время он пишет эту картину, на которой мы видим Марию, маленького Иисуса на руках у Марии, и рядом Иоанн Креститель. Вы обратили внимание, сколько в этом зале картин Рафаэля? Портрет папы Юлия Второго. Портрет папы Юлия Второго. Продолжение следует... Продолжение следует... Святой Иероним Верокью. Эта картина была написана в 1460 году. Обычно Святого Иеронима изображают со львом, но Верокью отошел от этих правил. Техника этого произведения смешанная. Картина была написана на бумаге, а потом наклеена на доску. В жизни Рафаэля было очень много женщин, он знал в них толк. Но в жизни каждого наступает момент, когда появляется та самая, ради которой можно сделать все. И в жизни Рафаэля появилась одна молодая девушка, которую часто видели друзья и ученики Рафаэля. Вокруг нее до сих пор много тайн. Но сейчас уже сложилась определенная версия, которой мы придерживаемся, рассматривая картины Рафаэля. Это Маргарита Лутти, возлюбленная Рафаэля. Вероятно, знаменитая Донна Вилата, то есть дама с вуалью, и является возлюбленной Рафаэля. Стоя рядом с этой великолепной картиной, мне на мгновение захотелось услышать тишину. Только для того, чтобы в этой оглушительной тишине услышать легкое движение складок платья. Так реалистично Рафаэль изобразил платье на своей возлюбленной. Друзья мои, видео вновь получилось очень длинное. Думаю, даже половина из вас не досмотрят его до конца. Поэтому на этом и остановимся. Конечно же, у меня в этой поездке во Флоренцию было еще много интересных мест, в которые я успела сходить, несмотря на плохую погоду. Но об этом я расскажу вам в следующем видео. Если у вас есть еще несколько минут свободных, то досмотрите видео до конца. Ну и, конечно же, пишите комментарии. Я читаю их все. До новых видео, друзья. И до новых встреч в Риме. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...